Служба информации Эхо Москвы. Для слушателей старше 16 лет. Генеральный партнер зимнего сезона – салон яблочной техники «Фрэш-Стор». Рекламно-информационная программа. Группный план. 13 часов 6 минут в нашем городе. Мы практически уже 7. Микрофон Владимир Сметанин. Приветствую вас. Как обычно, в это время, по вторникам, мы в нашей студии общаемся с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич». Я не люблю слово «опаздывает». Приятнее всего и корректнее всего, вы сами знаете, говорить слово «задерживается». Это не так накладывает негативный отпечаток на человека. Владимир, мы тебя ждем с удовольствием здесь, чтобы приступить к нашей беседе. Поговорим мы сегодня в том числе о том, как обстоят дела с продажами вятского кваса. Владимир собирается поведать нам об очередном ряде припонов со стороны торговых сетей. Я так об этом подозреваю. Что значит потребление всевозможных безалкогольных, надо добавить слово здесь, суррогатов пивных, как нас на это подсаживают и так далее и тому подобное. Но пока в ожидании Владимира я, пожалуй, обращусь к сайту компании «Вятич». Любопытная новость, как мне показалось, там была опубликована несколько дней назад, оказывается, на прошлой неделе. Наш завод посетил Виктор Вахштайн, кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук. Вот читая эти строки, я подумал, ну, наверное, какой-то бородатый дядька старый приехал с таким серьезным видом, с такими большими, нависающими над глазами седыми бровями. Залез в Википедию почитать, кто такой Виктор Вахштайн. Оказалось, он практически мой одногодка, 1981 года рождения, деятель науки, родился в Пензе и так далее. Пошел по всем учебным ступенечкам, университет и так далее. Вот так вот, чего он пришел на завод «Вятич»-то? Для того, чтобы посмотреть, естественно, на производство. Вообще, Виктор приезжал в наш город за тем, чтобы провести познавательную лекцию, в том числе библиотеки имени Герцена. Несмотря на большую подготовку гостя к любому вопросу, пройдя экскурсию, Виктор признался, что многое услышано, и им было абсолютно ново о особенности производства. И идеальная чистота на производстве – это то, что по-настоящему зацепило гостя нашего завода. Но самое интересное ожидало в конце экскурсии. Естественно, это дегустация. Меня тоже удивили эти строки. Человек-декан, кандидат с логических наук. Обычно мы в нашем понимании, да, люди с такими учеными степенями, они немножко оторваны от мира, немножко рассеяны и не придают часто внимания бытовой части вопроса. Но вот он отметил, что идеальная чистота на производстве. Это я делюсь новостями с нашими слушателями по поводу посещения завода «Вятич» Виктором Вахштайном, на которой Владимир Маматов тоже, кстати, присутствовал, о чем свидетельствует фотография, размещенная на сайте вятич.ру. Владимира Маматова я приветствую, наконец. Добрый день. Приветствую, Володя. Да, интересный чувак. Ну, прикольный. Прикольный чувак. Прикольно, как говорит у нас современное поколение. Уже не современное, Володя, поверь мне, это мы с тобой, нам с тобой кажется, что прикольно это говорит современное, современное говорит уже иначе. Но он сделал, конечно, хорошую рекламу «Вятичу», да, о чем вы написали, когда он увидел безалкогольный, да, надо добавить, «Трифон IPA», он воскликнул, что тоже, что ли, здесь производится, а ведь я его покупаю. Там было две хохмы, я не знаю, отразили ли они на сайте, я не помню. Первое, то, что Вайнштайн он, да? Вахштайн. 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 Да, ну еще и фамилия-то, да, такая подобающая. Подобающая. Да, так вот, Вахштайн сначала удивился по поводу и IPA, да, который он покупает в Москве постоянно, потому что конкурирующая компания стала совсем плохая, а это действительно прилично. Как это делается действительно у вас? Ну тогда, в общем-то, слушай-ка. Потом он увидел Трифон Крик вишневая, безалкогольная, разумеется. Еще один сорт. Да, еще один сорт. Говорит, это тоже ваше? Да, это тоже наше. Оказалось, что его подруга постоянно его покупает по причине того, что оно ближе всего к бельгийским сортам, которые она полюбила в Бельгии. И вот это то же самое, что в Бельгии, только наше. То есть у него бельгийские корни, видимо, у них барышни какие-то нет? Нет, они, естественно, не Вахштайн, не его подруга. Они понятия не имели ни о Вятич, ни о том, что это продукция нашего завода. Ну вот хорошо очень даже. Они, в общем-то, на ребят, на всю компанию, которая была там, на них зрелище завода, конечно, произвело серьезное впечатление. И когда ты входишь в бродильный цех, где стоят 21 метр стальные конструкции, 20 штук высотой 21 метр по 120 тонн, в которых при плюс четырех все это бродит, и играет Гайден в холодном цеху, и людей нет вообще впечатлений. Что это идиллия? Это произвело... Параллельный мир такой, да? Это произвело на неокрепший мозг декана потрясающее впечатление. Несмотря на то, что он два года прожил в Лондоне, несмотря на все это, на хорошее владение английским и хорошее знание мировой литературы, оказалось, что он тоже учился на психфаке, как и я, то есть мы быстро нашли общий язык. Ну, впечатление от завода было, ну, скажем так, очень приличное, чрезвычайно приличное. То есть и та нотка, которая мне очень понравилась в разговоре с Вахштайном, это то, что сам он родом из Пензы, и говорит о том, что вот в родной его Пензе, где родился Лермонтов, там, да, в Тарханах, поэтому он терпеть не может Лермонтов, потому что с детства его выносили мозг на тему Тархана, место рождения и так далее. Так вот, Вахштайн отметил, что в отличие от Пензы в Кирове, на Вятке, остались олигархи, осталась промышленность своя, осталась торговля своя, остались какие-то свои элиты, потому что, говорит, в Пензе все зачищено, все абсолютно под Москвой. Пенза географически поближе будет? Поближе, поближе, конечно. То есть щупальца столичных, магнатов, они дошли до Пензы. Ой, москалита протянули свои щупальцы. Вот, то есть в этом случае, в этом смысле, вот он подтвердил мою давнюю мысль о том, что у Вятки есть плюсы у Кирова, и есть, ну, минусы мы все знаем, слава богу, любой кировчанин, которого, кого не спроси, он тебе расскажет про минусы, про минусы, существующие в Кирове. Расскажет с эмоциями, с красками. Не дай бог только тебя поддакивать на тему того, что действительно так. Нет. А вот плюсы, которые не понимают, это как раз именно вызованные вот этой изолированностью, оторванностью и тем, что многие процессы здесь не идут. И застопорились. Нет, нет, просто не идут. В отличие от той же Пензы, у нас далеко не все под москвичами, это первое. То есть по-прежнему существуют региональные элиты, по-прежнему они есть. И это ресурс. Ну, вот в моем понимании. В общем, человек такой незанудный, хороший, светлый, открытый. Обычно же, как у них, у ученых людей, они же после кружки второй, третьей, они же еще более занудными начинают быть, да? Что-нибудь вспоминают, какую-нибудь теорию, и все, рогом уперся. У него есть главная черта, которая, в общем-то, мне кажется, обязательно для любого ученого, это самоирония. То есть когда человек понимает, что то, что он знает, это часть большего, да? Все, любое знание ограничено. И то, что все теории, которые он исповедует, это модели, а не правда, да? Не священная правда, за которую там надо биться, бороться, ломать об голову оппонента, что-то. Вот тогда да, тогда это ученый. Ну, вроде бы да. Вроде бы товарищ Вахштайн вполне оправдывает свое. А вятским классом-то угостили? Угостили всем, чем можно. Конечно. А по поводу вятского класса что сказал? Тоже покупает? Ну, по поводу вятского класса, я последнее, что знаю абсолютно точно, это рейтинг вятского класса среди классов, которые проводил НТВ в прошлом году. Это вот самый замечательный факт, что из 10 или 12 образцов, которые они делали, это есть в интернете, это можно посмотреть, никаких проблем. Из 12 образцов всего 5 были признаны настоящим классом. То есть это все-таки двойное брожение, когда у тебя есть молочно-кистовая сыворотка, да? То есть у тебя останавливается традиционное брожение, причем потому что молочно-кистовая закваска, она тормозит обычно дрожжи. И из-за этого, естественно, процент спирта в классе очень низкий, потому что недображивается, да, алкогольного содержания. Но и молочно-кистовая закваска, она придает вот эту характерную кислинку классу. Вот 5 из 12 были характерной кислинкой, в составе действительно была молочная кислота, все-все-все вот это, но по насыщенности на первое место попал вятский класс. То есть из всего того, что отбирало НТВ на дегустацию, вятский класс оказался на первом месте. Насыщенность мы сейчас имеем в виду вкусовые качества, да? Количество сухих веществ, конечно. А, то есть опять это с точки зрения... Густота. Густота. Да. С точки зрения технологии. Количество полезных веществ в вятском классе максимально. Вот так вот можно сказать. Ну, класс — это вообще отдельная большая песня, потому что у меня больше... Нет, ну, понимаешь, мы автоматически переходим после разговора о суррогатах, вот о том, почему надо отличать нормальный... И как отличать нормальный продукт от ненормального. То есть с классом — это первый момент, самый понятный — это читай этикетку, собака, читай. Возвращаемся к истокам в очередной раз, повторяем. We always get back to the basics. То есть всегда возвращаемся к истокам. Это реклама в виски Джамбим, по-моему, была, да? Безалкогульным добавим. Ну, естественно. Конечно, нет, но другого-то как иначе. Вот, кстати, Союз пивоваров все-таки пролоббировал минимальную розничную цену на пиво. Так. МРЦ. Это вот новости свежие, да? Это свежие абсолютно, это утренние фактически. То есть, по крайней мере, Минфин рассматривает это предложение. Вот этот законопроект. Вот будет ли он внедрен, потому что масса бюрократических согласований, плюс, естественно, транснациональные компании категорически против, они неминуемо против, потому что они потеряют рынок при этом. Вот. То есть разница между суррогатами и вещами, которые сделаны натурально. Это можно обнаружить, к сожалению, пока у нас нет маркировки. Пока вот полка, на которой стоят вещи, сделанные по классической технологии натурального сырья. Вот полка, на которой стоят суррогаты. То есть, пожалуйста, дорогой потребитель, не надо вамать голову. Девочки направо, мальчики налево. Выбирай, что тебе ближе по душе. Все. Все. Без объяснений, без норовомучений, что полезно, не полезно. Разбирайся сам. Информация вся у тебя, в принципе, в доступе есть. Но пока такой маркировки нет, мы вынуждены, выхода у нас нет абсолютно объяснять еще раз, призывать. Этот призыв не будет услышан, потому что, вот я знаю точно, потому что большинство покупателей в магазине не будут читать этикетку. Вот не будет он брать бутылку, банку, упаковку и внимательно читать мелкий-мелкий текст по составу. Это утомительно. Мне хотелось бы, чтобы наши слушатели сейчас на зло Маматову поступили и начали бы читать. Вот Маматов там говорил, что мы не читаем, а мы будем читать. Нет, никто не будет читать. До тех пор, пока ты не будешь выделять это крупно, ясно, ярко, пока это не будет удобно потребителю. Это, к сожалению, государственная инициатива. Пока государство не примет законопроект, закон, правило, по которому надо маркировать ясно, четко продукцию по этим признакам, до этого момента у нас по-настоящему люди к этому не прислушаются. Это не только мы. Это просто не только мы. Вот ты смотришь законодательство фактически любой страны, ну, Европейской, Америки, Соединенных Штатов, да, ты смотришь европейские страны. Ну, возьмем вот любимый, вот, офф-топик сейчас. Любыми государствами, я имею в виду, с богатыми традициями соответствующими, да? С высоким уровнем жизни. А, с высоким уровнем жизни. Только так. Ну, вот, как ни крути схему, получается только так. Для того, чтобы понять, что более прогрессивно и более интересно, надо брать опыт государств, у которых высокий уровень жизни населения в целом. Это и Япония, это, соответственно, уже и Южная Корея, между прочим. Это европейские страны, это Соединенные Штаты. Ну, вот, как бы, золотой миллиард, условно говоря, да. И понятно, что переносить как кальку на русскую почву, это бред силой кобылы. Это нажигались уже миллион раз. Тут, перед тем, как что-то внедрять, надо думать головой. То есть, прикидывать последствия, понимать, как система в целом отреагирует, понимать негативные результаты, которые будут неминуемо. Потому что любые изменения, это всегда побочные эффекты. Если с побочными эффектами можно справиться, и это будет легче, дешевле и проще, чем само нововведение, да, ну, тогда надо делать. Вот, но, возвращаясь к вопросу вот о законодательной системе, вот про дифференцированные акции с Германией на пиво без алкоголя, разумеется, мы говорили как-то, то, что Вятич бы по германскому законодательству платил 50% от нынешнего акциза, и его продукция автоматически становилась бы конкурентноспособной по цене с транснациональными компаниями. Ну, раз. То есть, это напрямую привело бы к удешевлению продукции. Конечно, конечно. Отразилось бы на ценнике. И это автоматически резкое увеличение объема, и это автоматически, на самом деле, увеличение поступления в бюджет. Не уменьшение, а увеличение, прошу прощения. Потому что в количественном выражении скакнули, скакнули бы, вернее, да, с приставкой бы, и отчисления в бюджеты всех уровней бы, да, тоже выросли. То же самое касается болезненного вопроса об оборотной таре. Ну, это вот... Оборотная тара, поясню, это тары, которые используются из раза в раз. Да. Круговорот тары, так сказать, в природе. Там есть несколько изменений. Мы автоматически наступаем на любимые грабли. Так, водички стоят, наверное. Тошу прощения. Это тяжелое детство, рудники, неудобные игрушки. Ну, да ладно. Да ладно, сучу. Какие наши годы еще, да? Да, ну, не говори. Так вот, мы наступаем на грабли, любимые нами мусорные реформы. Раздельная сортировка мусора, все вот это, вот это. То, что у нас произойдет. Да вот, несмотря на все и вся... Ну, как произойдет? Нам пока такую довольно еще призрачную, размутую картинку всего этого рисуют. Пока только лишь слова, по большому счету. То, что рисуют сейчас, там нет ни политической, ни экономической воли. То есть, точнее, экономическая воля есть, но она... Мне даже страшно представить, если она появится и из каких-нибудь опять... Из ряда вон выходящих форм в формах. Нет, все очень просто. То есть, пока есть идея распива и отката. Но вот это-то и чувствуется сейчас, в первую очередь. Да, до этих пор ни одно из этих начинаний реализовано не будет. Это будет обставлено фальшпанелями, то есть, будут всякие забавные праздники, там эти хороводы, кокошники, рассказы о Великой России и о космосе, который мы неминуемо покорим. Потому что надо любить мать-природу. Ну, мать, да, любите родину, мать вашу. Вот, это все ерунда, а вот мусорная реформа там, где она осуществлена, например, в той же полученной, прекрасной, пресветающей Германии, она очень интересно осуществлена. В частности, вот как ты думаешь, сколько стоит в Германии сдать жестяную банку в автомат? Сколько ты получишь? Да. Ой, мне эта информация постоянно попадается где-то. Сколько-то, несколько десятков евроцентов, по-моему. 50-40, что-то. Нет, нет, 50 евроцентов за банку. Это что, 50 рублей почти, да, по-нашему? 50 центов за евробанку, это 45 рублей, да. Ну, вот, а 50 рублей, да, практически. Нет, дорого, я махнул. 18,2, по-моему, евроцента, это ты получаешь за жестяную банку на 33. За упаковку от Кока-Колы до полутора литров, пластиковую бутылку, да, ты получишь 25 евроцентов. Ну, ты перемножаешь все это на, сколько у нас сейчас евро, под 90. Ну, вот я, да, в рубли перевожу, то есть буханочка хлеба где-то примерно получается. Ну, дело не в этом. Теперь представь себе вариант, когда ты сдав, дело в том, что тара больше полутора литров, это 50 евроцентов. Грубо говоря, ты сдаешь две бутылки больше полутора литров. Ну, две по два литра. Да, ты сдаешь две по два литра, у тебя получается 100 рублей. Да, уже евро. 100 рублей. То есть, грубо говоря, сдав за день шесть двухлитровых бутылок, ты зарабатываешь себе нашу пенсию. Ну, сдав... Не, представляешь, это как наши люди без определенного места жительства, как они поднимутся... Они поднимутся со свистом. Они шикарно будут выглядеть. Так, Володь, ты понимаешь, в чем дело? Когда ты, как они называются, пандаматы или фанкоматы, вот эти устройства... Забыл. Для чего? Вот эти устройства для приема тары. А. Анекдот в чем? Ну, какие там маты лучше? Они у нас уже стоят в Москве. Есть такой пилотный проект. Их 2000, по-моему, кстати, в Москве стоят. Вот, которые, да, принимают пластиковую посуду, принимают железную банку. И стоимость там, я боюсь ошибиться, она рублями исчисляется. Там 10 рублей, это 10-12 рублей, это максимум, да? Но простой арифметический подсчет показывает, что вы... То есть для того, чтобы запустить эту сеть, тебе нужны инвестиции примерно в 12 миллионов евро. И прибыль от полной идеальной работы вот этих аппаратов, она у тебя отобьется за 5-7-10 лет работы. Нет, это слишком длинный рубль для наших. Да, поэтому, естественно, все это существует только при поддержке правительства Москвы. Но вся хитрость, вот схема, вот до чем мне нравятся эти сравнительные экономические схемы. Почему? Потому что в Германии стоимость тары, она зашита в стоимость продукта. Иными словами, ты покупаешь упаковку любого напитка, тара стоит какую-то фиксированную цифру. Ну, по федеральному закону, это настолько стоит. Сдавая тару, ты возвращаешь деньги, которые ты затратил на покупку. Все. Понимаешь? То есть если бы... То есть тары вообще ее нет как бы, да? Ее нет. В экономических этих всех расчетах. И вообще не надо ничего закладывать на ее там. Потому что немцы, естественно, со страшной силой ее сдают. Поэтому идеальная чистота, не то что никаких бутылок банных не может быть, в принципе. Но фишка дальше в другом. Допустим, пластик, который немцы собирают, пластиковую бутылку, они перерабатывают и отправляют в родной Китай. В этом все смешно. Вот забавные моменты, да? В родной немцам Китая. Ну да, в родной немцам Китая. Значит, отправляют они один округ, ну, одна маленькая немецкая земля, да? Федеральная земля. Да, федеральная земля. Собирает в месяц порядка 600 тонн пластика. Переработанного уже, то есть гранулированного. У них есть установки, эти мусороперерабатывающие заводы. Давно стоят уже. Так вот. Они собирают 600 тонн. И тонна стоит 400 евро. То есть, соответственно, каждый месяц на 24 тысячи евро они спокойненько отправляют, каждая земля отправляет все это в Китай. Очень много. Огромный товаропоток, то есть именно сырья. То есть немецкая переработанная бутылька едет в Китай. Вот так устроен современный мир. Понимаешь? А у нас идея о том, чтобы зашить стоимость тары, стоимость товара отсутствует. Отсюда собираемость тары. Это в лучшем случае это варианты, когда ну давайте будем собирать там. Подожди, у нас есть какой-то и утилизационный сбор для производителей. Да. Он есть. Он есть. Погодь. Ну, как сказать, ну конечно. Но это не то же самое, что вот этот. Это очень мягко не то же самое. То есть одно дело, когда ты с предпринимателей собираешь деньги на какую-то утилизацию чего-то, и они растворяются в бездне, называющийся бюджет Российской Федерации. Да, тоже так. Эфемерная штука. Абсолютная штука, которую мы никак не можем потрогать, аппарат бы уже давно. Вот. И типа, а у них совершенно по-другому. То есть у тебя зашита стоимость для потребителя. Он знает, что он покупает эту банку, бутылку, склянку. И там есть его 25 евроцентов. Конечно, он сдаст. Потому что в каждом супермаркете, в каждом абсолютно, стоит аппарат по приему этой тары. Если бы... Вот почему мне так все больше и больше нравится комплексное решение? Дело в том, что просто поставить аппараты, это не решит вопрос. Просто ввести вот это, зашить цену на тару в стоимость продукта, тоже не решит вопрос. Вопрос решается только тогда, когда ты и ставишь автоматы, и зашиваешь в тару. Ну, естественно, все это возможно только, если у тебя есть переработка этого мусора. Вот когда ты все эти три точки поставил, у тебя появляется схема, при которой, блин, ребят, отлично совершенно. Мы становимся сразу европейцами по уровню утилизации. Это экология, это сортировка мусора. Анекдот, знаешь, еще один. В Германии, если ты нарушил правила сортировки, там четыре бачка стоят. Что-то перепутал, да? Что-то выкинул не туда. Да. Например, стеклянную тару в контейнер для пластика. Да, выносится штраф. Ну, там сотни евро, по-моему. Но он выносится не тебе, а он выносится на весь дом. Ага, то есть ты тем самым подставляешь еще и своих соседей. Да, это не мне. И они тебя благодарят за это ходят, да? Жмут руку горячо. Немецкий сосед пожмет тебе руку и глаза, посмотри со значением, поверь. Это у них последние лет пятьсот, вот это наблюдение соседей за соседями. Тут все понятно. У нас в России должно, скорее всего, делаться по-другому. Но принцип тот же самый. Мусоросборочный завод, утилизация тара через банкоматы и зашивка стоимости в стоимость продукта. Все. Вот тогда мы проблему решим. Где-то так. Помнится, мне не так давно наше областное правительство заявляло о том, что где-то, без уточнения, где еще четыре пункта, вот этих четыре пункта раздельного сбора должны появиться. В областном нашем центре с населением более полумиллиона человек. Еще дополнительно четыре. А до этого где-то с десяток девять. Замечательно, да. У меня жена сходит с ума периодически как раз на защите планеты, планеты там на раздельном сборе как раз. То есть она начинает сквадировать это отдельно. Радьбуга. Да, но она потом еще и везет это на машине. А-а. На какой-то пункт, находящийся на другом конце города. И там за две копеечки, вот по результату вот этого недельного этого, как бы сказать, сквадирования отходов, она сдает. Вот я язык уже, зубы, наверное, все стер на корню на тему объяснения того, что это не решение. А я поддерживаю. Вот решил начать человек с себя, пусть начнет с себя. До фени ему все эти упреки, усмешки и так далее. Я зря начал тему. Вот я хотел сказать, что когда ты, вот просто зря начал тему. Значит, я хотел сказать, что когда ты, вот в сети уже запретили ман, да? Уже в очередной раз. В очередной раз. Нет, россияне автоматически начали гораздо больше материться в сети, но это понятно, да? А мы все-таки им долю-то покажем, пусть из-за угла, пусть в подвале, но покажем. Так вот, а не произноси этих матерных выражений. Правда, это областное правительство, ну это же просто непристойно. Ну как можно вообще это свое сочетание повторять? Я, чтобы напомнить, на каком уровне мы развития, так скажем, находимся. Да что областное правительство у тебя по ноге? Ну вот это, да, это правильное употребление выражения. Нам пора на рекламу сейчас прерываться. Небольшой Владимир Маматов, напоминаю, пресс-секретарь компании «Вечич» у нас в студии. Минута, и мы продолжим. Куда? Реклама! Встречайте жаркий сезон в середине зимы. Распродажа в магазинах «Спортландия» в самом разгаре. Скидки на одежду и обувь до 50%. Спешите, пока есть размеры и цвета. Акция действует на момент выхода рекламы. Бизнесу нужна поддержка? Получите выгодный заем для развития вашего дела в центре «Мой бизнес». Мы заботимся о наших клиентах. Услуги можно получить онлайн или по телефону 648-649. Сайт мойбизнес.дифис43.рф Займы предоставляются Киевским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. Микрокредитная компания. Телефон рекламной службы 410-424 Крупный план У нас еще есть 11 минут на общение. Продолжаем. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». Ты неоднократно при наших встречах в эфире говорил, что завод «Ветич» всецело поддерживает налаживание цивилизованной системы обращения старой. И более того, она сейчас уже присутствует. Сдать-то можно на самом деле? Сдать можно, безусловно. Но в моем понимании все вот эти полумеры, там советская калька, когда ты сдаешь в магазинах. Ну да, это более, скорее это советское еще наследие. Это когда ты не понимаешь, как люди экономически мотивируются, то ты, конечно, будешь вот эти кусочки предлагать. Это неправильно. То есть это не приведет к кардинальному результату. Нужно зашивать стоимость продукта в цену. Нужно ставить фанкоматы, как это называется, выскочивая из головы, когда я смотрю материалы. И мусор-переработка. Вот это все вместе, да, это качественно. Мы готовы, я говорил об этом, мы готовы вкладываться в установки по переработке пластика. Мы готовы это делать. Готовы принимать пластик у себя. Готовы это делать. Мы готовы. И китайцам еще, да? Да без разницы, мы найдем способ. Мы найдем способ. Мы не первый день живем. Как говорится, не первый год замужем сориентируемся. Но мы готовы быть застрельщиками и этого, и этого, и этого. Вопрос в том, что этот призыв идет в пустоту. Вот точно так же, как вопрос идет в пустоту с торговыми сетями. Ну вот, ну это камень. Ну я не знаю. Мне вот, честно говоря, периодически достает говорить об этом. Ну потому что эта проблема на поверхности, она понятна, ну просто понятна. Вот ясна от и до. То есть люди не хотят заниматься, то есть просто не хотят. То есть они ничего не делают и не собираются, как я понимаю, делать в этом. Ты имеешь в виду представленность продукции в торговых сетях? Или мы продолжаем про сбор еще говорить? Так это, Володь, это все абсолютно звенья одной цепи. Почему мы не можем начать движение в сторону цивилизованного сбора тары? Вопрос, ответ. Нет политической воли никакой. Она, в принципе, атрофирована. Ну просто атрофирована. Это импотенция, на самом деле, называется. То же самое с торговыми сетями. Ты, вот хорошо, Никита Юрьевич, дай бог ему здоровья, Белых, дай бог ему здоровья. Там на зоне пусть держится, там из-за него все нормально. Библиотекарь ты наш. Он завел сюда торговые сети, насколько я понимаю, ну, скажем так, в пику местным торговым сетям. Вот так вот где-то, да? Завел их и... Чтобы жизнь малиной не казалась семейшей. Да, да. И это второй моментик. То, что он завел их без всяких обязательств со стороны торговых сетей. То есть эти торговые сети ничего не должны платить реально в бюджет. Да, они платят здесь налоги какие-то там, НДФЛ, еще что-то на имущество. Ну, это ерунда. Ну, тот же Тантер-то попал в двадцатку. Ну, правильно. Ну, по налогам на доходы физических лиц. Конечно, по налогам на доходы физических лиц. Двадцаточку. Мы понимаем, ради кого там, на самом деле, эта двадцаточка введена. Если бы огранили его десяточкой, то картина была бы другая немножко. Ну, это ладно. Посмотрите на досуге, подумайте, сравните. Вот. Но фишка в чем. Эти торговые сети не платят реальных налогов нигде и никому. Они делают чрезвычайно просто. Вот прекрасные схемы я очень люблю. Смотри. Реальные хозяева всех торговых сетей, всех без исключения, это офшоры. Или Ниндерланды, к примеру. То есть российской юрисдикции ни у магнита, ни у пятерочки, ни у красного белого нету, ребята. Я сейчас представляю себя каким-то следователем, мне хочется записывать все это. Ну, господи. Фиксировать на бумаге. Ты родной. Так, так, продолжайте. Тут, как говорится, стучи, стучи, не перестучишь, понимаешь? Так вот, это все вот там. И наценка на товар. Вот меня как веселит, когда ты говоришь, вот ты смотришь на ценник, а ты понимаешь, что вот этот сахар, масло, хлеб, все абсолютно, что продается. Вот из этих 10 рублей, 5 рублей минимум, это наценка торговой сети, 35 процентов, ой, слава тебе, господи, слава тебе, господи, 40, это по-божески, ну, 50, как-то нормально, все это. А 80, много, вот 100 процентов, да, это, конечно, да. От 35 до 100 процентов, это цифра, знаешь, в чеке. То есть... Это наценка. Да, это наценка. Деньги, 90 миллиардов, или, оба вру, мне поправляли тут на обедние, 60 миллиардов рублей, это выручки торговых сетей. Из них местные занимают примерно процентов 7-8 от силы. Это в Кировской области? Конечно. 60 миллиардов за прошлый год? Да, 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 да. Можно понять, что из этих денег... Сопоставимо с бюджетом региона нашего. Ну, слушай, ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав, учитывая, что если бы прибыль этих торговых сетей оставалась в Кировской области, то бюджет в одно движение, просто в одно движение рук, легким движением руки, как в фильме, да, становился бы из дотационного, наоборот, донором. То есть у нас был профицит бюджета. Но это сказка и абсолютно неправильно, по одной простой причине. У торговых сетей нет прибыли. Эти деньги... Да, нет, какие налоги на прибыль, что ты? Все средства, которые у тебя собираются, идут в развитие. То есть сейчас ребята выкосили вот этот регион, да? А это необлагаемые налоги у нас сейчас. То, что идет на развитие, согласен с командой. Ну смотри, вот ты о куче в эту территорию. Мы говорили как-то о том, что открывающийся какой-нибудь магнит, там, красная, белая пятерка, они убивают несколько магазинов местной розницы вокруг. И, грубо говоря, теряется там примерно 20 рабочих мест. То есть 20 человек вылетают на улицу, местная розница грохается. Ну сколько-то они меньшую часть берут к себе. Ну из 28 они возьмут 8. Вот, потому что у них продавцы работают и грузчиками, и кассирами, и всем остальным. Вот, так, значит, чтобы не тратиться на лишних людей. Так вот, у тебя все деньги от эксплуатации, то, что ты платишь за продукты, они уходят этой же сети, но в другой регион. Где они открывают новые торговые точки, которые стоят недешево. Опять персонал, опять продукты, логистика, транспорт, новые должности. И так, двигаясь, 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 двигаясь. Пока экспансия торговых сетей по России, она еще не завершена, как я понимаю. Ну, близко к этому, да. До этого времени они спокойно этим способом пользуются. Вот так вот. И мы говорили о том, сколько стоит одно место. Одно рабочее место. От 20 до 100 тысяч долларов оно стоит. То есть, ну, у нас навятище, я думаю, что это не меньше 60 примерно создать такое. Это минимум. 60 тысяч. Да, 60 тысяч долларов. Зеленых рублей. Да, ну вот 60 тысяч ты умножаешь на количество 349 работающих навятий и понимаешь стоимость рабочих мест навятий автоматически. Это не так сложно. Но это ладно, а главное, что меня особенно веселит в этом примере. Понимаешь, вот есть транснациональные компании, эти прекрасные монстры, которые, в общем-то, вводеют рынком напитков в мире. Ну, практически, да. Можно так сказать. В России 100% совершенно. Потому что бессмертная сладкая газировка, это Coca-Cola, Pepsi, вот все эти фанты и спрайты. Это же их бренды, на самом деле, да. Еще три, четыре, точнее, производителя пива безалкогольного, разумеется, которые держат порядка 70% российского рынка. Механика, вот у меня всегда, вот я Остапа Бендера, когда читаю, там «Заватый теленок», мне всегда нравились мошенники. Вот именно вот, ну, настолько все-таки придумано здорово. Ну, давай уточним, а то, скажем, сейчас какие-то крамульные вещи. Ну, почему, ну, почему. Выдумка, изворотливость, да, мошенников, их подход, их... Да, да, понимаешь, вот эта красота, креативность, когда ты берешь сироп. Вот что в отношении газировки, что в отношении так называемого, в больших кавычках, безалкогольного, разумеется, пива. Когда, в первом случае, когда ты делаешь газировку, ты просто везешь в лапотную Россию большое количество сиропа, цистернами, танкерами и так далее. Здесь ты это разводишь водичкой, газируешь и продаешь, как очень вкусную штуку. А с пивом, безалкогольным, разумеется, точно так же. Ты вдруг соображаешь, что зачем тебе заниматься вот этой немецкой всей этой ахинеей. Месяц, там, два, и вот бродить добра живет. Там все эти технологии мамы не говорят. Короткий срок годности. Зачем? Нет, короткий срок годности, да хана вообще. Ты не представляешь, какие сложности, на самом деле, с тем, чтобы выпустить его, да еще довезти успеть, да еще продать. Это же мама, мама, мама. Это никто вокруг не делает с коротким сроком и не будет делать, потому что это засада. Это мы делаем только потому, что мы можем это делать. Вот если правильно говорить, мы можем это делать. Мы можем себе позволить такую роскошь, как поить кировчан с коротким сроком годности 31 день. Вот это мы можем позволить. И кировчане, вот сейчас я уберу из речи непараминские выражения. Я не понимаю, почему они еще что-то сомневаются, покупая 31-е. Ребят, вы больше ничего похожего рядом даже близко не найдете. Конечно, безалкогольный. Так вот, ну, Вятич, это как бы наш ответ Чимберлену. Это форпост, фани борьбы с вот этой глобализацией. Я почему-то практически уверен, что в прошлом году началось интересное движение, когда объем потребляемых местных вдруг начал увеличиваться. Ну, это по России такая. По России, по России. То есть, наконец-то, там проценты, там 5 или 6 процентов сдвинулось, да? То есть, люди вдруг начали понимать, что то, что местное, то, что сделано ответственно, то, что сделано качественно, это действительно альтернатива. Альтернатива. Причем при падении реальных доходов населения. То есть, люди беднеют, но почему-то они начали понимать, что это продукт, а это суррогат. Вот эту разницу надо каким-то образом донести до людей, каким-то образом дать понять. То есть, ты можешь сомневаться во вкусе. Можешь, тебе может это нравится, это не нравится. Нравится такая упаковка, не такая. Но главная вещь, ты выбираешь то, что естественно и природно, или ты выбираешь то, чем поят негров. Извиняюсь за N-слово, да? То есть, если ты хочешь быть аборигеном и покупать то, что привозят аборигены, покупай. Вот и вся разница. Выбирай. И читай. Этикеточки. Для начала этикетки, но мы попробуем все-таки заняться маркировкой дальше. На этом сегодня завершается наш разговор. Время истекает. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». До вторника, надеюсь, до следующего. Да, мы прощаемся. 13.06. Да, 13.06. Как обычно, будем здесь. Всего доброго. До свидания. Да, удачи. Крупный план.